Я председатель Иркутского союза библиофилов Хена Григорий, букинист, немножко антиквар. Сегодня мы послушаем лекцию нашего замечательного иркутского писателя, путешественника и вообще очень неординарного, замечательного человека, Растабутакова. АПЛОДИСМЕНТЫ Прошу вас, раз в этой молодежной аудитории будут возникать вопросы, задавайте сразу. Ребята, не стесняйтесь, задавайте сразу вопросы, мне так легче будет отвечать на них, чтобы потом не забывать. Значит, разговор пойдет о том, что в мире существует очень много старых книг, которые, как правило, люди выбрасывают в большинстве своем, когда делают ремонт на помойку. И вот однажды, там несколько лет назад, два года назад, мне посчастливилось встретить городского археолога, как он сам себя называет, который мне придачил несколько мешков книг. И мы по этому поводу откроем первую папку, и я вам покажу. То есть вот человек придаст перед мне книги, которые ему совершенно не нужны. И вот эти книги, оказывается, это все остатки того, что на самом деле было. Была огромная библиотека, люди ее выбросили на помойку. Вот этот человек ее собрал, вот он носит. И вот это вот все появляется, значит, у меня дома засущие, как говорится, копейки. Открыв вот те мешки, которые он принес, сразу стало ясно, что там довольно серьезные книги, но по его понятию, это какая-то ерунда, тут что-то по краеведению. То есть вся художественная литература, там он говорил, что там был Пушкин 800 какого-то года издание, это все ушло, по их понятиям, тоже за бешеные деньги, там за 3, за 5 тысяч рублей. А вот это вот выбрасывать жалко, и он знает, что я собираю всякую подобную чекуху, он мне принес, и начал ее, так сказать, не реализовывать. Я с удовольствием все это брал, он приносил несколько дней. Все, о, конечно, спасибо. Поэтому я сегодня буду вам и показывать, и рассказывать, так что у меня тут негодней будет много. Но вот, как бы, обратите внимание, сколько тут всего разного и интересного. Вот тут как бы Григорий Шелихов. Так, сейчас будут паузы в связи с тем, что мне придется оперировать 7-ми пунктами. Ну, в общем масштабы трагедии и сны, это было все завалено книгами, мне пришлось долго с ними разбираться, я там сидел на балконе, с них стряхивал пыль, сдувал. Это все, некоторые книги были вообще в ужасном состоянии, но сам факт не то, в каком они состоянии, а что они из себя представляют. Много лет назад у меня было предприятие Григорий Шелихов, вот, и среди всех этих книг, когда я увидел, вот, то, что я увидел, понятно было, что как бы время пересекается, и попало все туда, куда оно и должно было попасть, потому что Григорий Шелихов, та несовершенно, так сказать, личность для многих не раскрытая, ну вот, как пример, вот мое предприятие Григорий Шелихов. Не знаю, почему я в 92-м, в 91-м году назвал предприятие именно Григорий Шелихов, мы готовились обойти пешком Байкал, нам нужны были деньги, нужно было зарабатывать, я почему-то назвал его так, и начал исследовать, так сказать, историю его жизни, но в то время там не было интернета, было довольно сложно все это делать, что-то мы там нашли, но, по крайней мере, база подготовки у меня уже какая-то была, и когда я увидел эти книги в этих мешках, понятно стало, что денег жалеть нельзя, и нужно покупать. Он неделю носил, я неделю покупал. И когда я в книгах увидел среди множества, а все это, конечно, в плачевном состоянии, сами понимаете, там с помойки, там все это гнилое, и вдруг среди всего этого появляются вот такие вот вещи. Вот драмата. Венрих Герман Александрович. Фамилия мне показалась знакомой. Помимо этого, там была еще, я еще и черт, походу, буду пить, поэтому... Вот такая вот была даже его фотография, и лицо мне показалось знакомо, а это его тетради, где он... Вот, Григорь, видишь, вот, прям витнуло. И вот человек, значит, пишет, делает какие-то выписки, видно, что это все из архивов, потом появляются тетради уже архивные, и я начинаю вспоминать, где я слышал эту фамилию. Оказывается, это бывший мой преподаватель. Я учил... Ну вот, честно говоря, я не помню его. Он у нас возглавлял кафедру политэкономии, если я не ошибаюсь, или марксизм и ленинизм в нархозе. Я помню вывеска, Венрих. Но вот если бы мне тогда с этим человеком мне бы сказали, что это известный писатель, что вот он издал дважды много книг, и в том числе книгу про Иркутск, известную, которую с его фамилией даже дважды переиздавалась, я бы не мог их сопоставить, что это вот он и... Но сама фамилия дала мне возможность начать поиски для того, чтобы понять, чья библиотека, часть чьей библиотеки попала ко мне в руки. И вот я, значит, нахожу Венрих Герман Александрович, урождение с поселка Куйтун Иркутской области, который у нас здесь родился, у нас тут жил и воевал. В 41-м году был тяжело ранен. После этого поступил он на второй, сразу на второй курс исторического факультета Иркутского университета. Окончил его в 49-м году. Очень много лесных отзывов в том числе. Восточно-сибирская правда пишет о том, что у него была феноменальная память о том, что он мог запоминать, цитировать, мог дискуссии вести. Написал массу книг. Я даже нашел его портрет в интернете. Вот такой вот он был в молодости. И поехал в нархоз, поехал в нархоз в библиотеку узнать, что же там есть о Венрихе для того, чтобы хотя бы фотографию видеть. Потому что, в принципе, вот это все нархозовское. Потому что там, в той куче книг, которые мне вынесли, были и книги Венриха, и им написаны. Вот это все мне показал нархоз. Вот, герб Венриха. Я позвонил своему декану, дай бог ему здоровья, может, там за 80 лет он жив, Роман Гедалич Ильговский, наверное, кто-нибудь слышал эту фамилию, он такой известный человек. Я позвонил и сказал, Роман Гедалич, у нас вот работал Венрих, что вы можете о нем рассказать? Он сказал, что это был неординарный человек, что звали его фон Венриха почему-то. Он был немец. Я вот к этому герку нашел, раз он фон Венриха. Что отец был немец, был севший, что учился он в свое время в Улан-Удэ, в школе для инородцев. И после этого он долгое время был лектором обкома партии. Потом он сказал, что был в Апале, потому что его лекции были не совсем такими, которые бы хотелось бы слушать коммунистической партии, которую он должен был читать для своей аудитории. Он несколько лет был практически безработным, но писал книги и работал в архиве. Роман Гедалич сказал, что у него в архиве были какие-то очень большие связи, потому что все справки мы отправляли у Венриха в архив доставать. И в конечном итоге Венрих стал работать в нархозе и начинал диссертации. И в общем, в музее в нархозовском была большая экспозиция, ему говорят, посвященная. Но, к сожалению, неделю назад выяснилось, что в нархозе музея уже больше не существует. А что с ним произошло? Мы не знаем. Сказали, что музей закрыл. Имя Венриха, как оказалось, не разрывно связано с фамилией Кудрявцева. Вот этот человек, который был автором всех трех книг про Иркутск, и вот Венрих был автором двух из них последних. Кудрявцева, я думаю, историки знают. Я так в интернете нашел, что в историческом факультете даже есть аудитория ему посвящена. А я был грешером библиотеке Кудрявцева много лет. Да, вот. Видите, как тут, как тут, вот эта книга. Все эти три книги оказались в этой куче. И вот я читаю Венриха и Кудрявцева и нахожу, что здесь есть личные вещи Кудрявцева. В частности, там есть дипломная работа, которую по Григорию Шелихову опять же. А так, сделаем паузу. Интересный момент. Когда я начал смотреть материалы по Кудрявцеву, выяснилось, что товарищ Кудрявцев у нас родом из села Олонки. А в селе Олонки отбывал свою ссылку, жил, женился и умер Раевский Владимир Федорович. Такой у нас декабрист. Много лет назад, когда я сам был студентом и он ездил в строитряды, в селе Олонки автобус обычно останавливался. Мы ездили в деревню Грязное Боханского района. Ну, маршрутный автобус останавливался в Олонках. Там все обедали и тут же посещали музей. Там был дедушка, наверное, его уже нет в живых, потому что много лет прошло. Был директор школы, который открыл музей Раевского. Он собирал личные вещи. Там была даже какая-то парта, были какие-то именно личные вещи Раевского. Он прожил там довольно долгое время. И он там женился, и у него там было... А сколько было детей? Восемь детей, да? Раевского было. В общем, когда он женился на крестьянке. И я начал с ним разговаривать и спрашиваю, вот как он, чем вообще он декабристы, чем промышляли декабристы, как он жил-то в деревне, он же вроде не деревенский человек. Он говорит, он жил просто, он открыл несколько винокурин, они гнали спирт, меняли у местных жителей на шкурки, шкурки он отправлял в Санкт-Петербург, там это все на аукционе продавалось. В общем, жил он неплохо. Но есть другой момент. Он говорит, между прочим, я вам скажу, что все мы здесь, так или иначе, потомки Раевска. То есть это был бы еще тот ходок, вот значит, и поэтому не мудрено, что товарищ Кудрявцев, а в его биографии сказано, что он занимался историей, что он с детства был рожден в Олонках, он знал, как сказать, детей, внуков правного Раевского, это привлекло его внимание, он занимался, ну и кто знает, может быть и сам в какой-то мере, он умеет отношения к этому человеку. Но жизнь Кудрявцева была довольно интересна, он прожил много лет, и я опять же прочитал в интернете, что в 76-м году, в 76-м году он трагически погиб. Под трамваем попал, в основном, где очень трагически, он попал под трамвай, его убил, трамвай на смерть. То есть человеку было 77 лет, и он попал под трамвай. То есть он родился в 799-м году, прошел довольно большую такую школу, в том числе был даже репрессирован в 37-м году, полгода провел в тюрьме, написал массу любопытных книг. Сейчас мы даже посмотрим, что именно, ну вот как бы известные его книги здесь у нас присутствуют, и занимался историей бурятского народа, потому что, судя по его биографии, я не специалист по Кудрявцу, просто готовясь к этому докладу, вот в книге мне помогли узнать этого человека. Он работал сначала в бурятском архиве, потом уже сюда в Иркутске перевели, и много-много времени проводил там в Бурятии, но судя по его данным, он там работал еще учителем в школе, возможно, возможно где-то с Фендрихом, они пересеклись в детские годы, потому что здесь тут не сказать. Вот это вот книги, те, которые лежали вот в этой куче готовых, вот посмотрите, «История Бурятской ССР», это очень редкая книга, подписанная опять же Вендриху, она в двух томах, у меня, к сожалению, только второй том. Вот дипломная работа, которую Вендрих, значит, и прицензировал, там есть, вот его рукой написан отзыв, лицензия, что тоже, ну, Кудряв, Кудрявский прицензировал, что тоже было очень приятно узнать, что иногда в книгах попадаются подлинные вещи. Вообще, как бы память, история, какие понятия? Вот то, что до нашего рождения, кажется нам, что это, в принципе, не в сказках, где-то никогда не происходило, пусть, если я родился в 64-м году, то то, что было там в 50-х годах, ну, мне так, по крайней мере, раньше казалось, все, что было в 50-х годах, в 40-х, война, ну, это, да, это происходило, но это было не без меня, я не современник к этому времени, поэтому все кажется где-то далеко неправдоподобным. Но потом в жизни происходит любопытный момент, когда ты встречаешь человека, который сам, часть вот той истории, которой ты, так сказать, и не думал, и не гадал, что она для тебя не представляла ничего, потому что она была до твоего рождения. Но когда ты разговариваешь с человеком, и он из того времени, что произошло со мной, вот перед нами фотография вот мужчина с бородой, это горных, Борис Михайлович, ну, Борисеич, ему уже на этой фотографии уже за 40 лет. Этот человек в свое время в аэрогенезическом предприятии восстанавливал Владимирскую церковь, вот он мне даже подарил бумажку, которая там была, Владимирскую церковь, которая сегодня выглядит вот так. Вот знакомое здание, это сейчас гимназия женская, православная. И вот Рой, значит, в архивах, я нахожу вот такой документ, я писал книгу о аэрогенезическом предприятии, и мне было позволено, так сказать, рыться в архивах, я нахожу вот такой документ, подписанный как раз в горных обход, где он в целях уплотнения, так сказать, рабочего времени обязанность дворника Федорова меняет ему обязанность следить за лошадью. Дворник Федоров подписывает эту бумагу, видите, звук поядь на конце, то есть дворник образованный. А потом я, значит, нахожу там еще переписку, просто в книгу это не попало, там переписка, где дворник Федоров пишет, я же типа дворник, а не коник. Горных ему говорит, ну, ты же с лошадями же имел отношение, но я же не коник, я не коник, я кавалерист. Поэтому вот в 46-м году кавалерист, так сказать, двудочетворника образованный работает, вот они восстанавливают. И вот этот товарищ Горных, он такой очень интересный человек, судя по всем этим надписям, он устраивает, 46-й год, сами представляете, то есть запад страны лежит в руинах, восстанавливается после Великой Отечественной войны, ни копейки денег не дают на восстановление вот этого здания, которое им передали под контору. Эта церковь в плачевном состоянии, там была какая-то контора, конюшня, какая-то швейная мастерская, и вот это все они делали во время субботников. То есть старый еврей восстановил по сути православный храм и сохранил, и сейчас это православная церковь. Не церковь, это православное учебное заведение. И вот когда я вот это все пристал, я генеральному директору аэрогенетического предприятия говорю, любопытный дядька, то есть вот, посмотрите, он же рисковал, он там менял шило на мыло, то есть этого нельзя было делать, но он там в обход всех этих НПВД, там АБХС, он все это умудрялся менять, какие-то кирпичи доставал, пиломатериалов, вот даже какую-то машинку они тут соорудили, не только воживой трасс, он говорит, а что ты меня спрашиваешь, ты иди сам с ним поговори. В смысле поговори? Мы же помним, то есть на фотографии ему уже за 40, а это 50-й, по-моему, 51-й год фотографии, а он 910-го года рождения. В смысле поговори? Он говорит, ну здесь не ты поговори. Он и жив? Жив. А сколько ему лет? Он говорит, 100. Я говорю, поехали. Он говорит, ну надо договориться на пятницу, надо с внуком поговорить. Ну понятие внук, это же вот внук, а внук, оказывается, еще старше нет. Я говорю, ну как такое, до пятницы, время идет на секунды, человеку 100 лет, ему надо прямо сейчас садиться и ехать. Ну в конечном итоге мы две недели промурыжили, и вот через две недели мы появляемся у него. Я готовил массу вопросов, как первый трамвай, пошел там, канализацию в городе Иркутске, ну как хозяйственник все это должен знать, там первые телефоны. И вот открывает дверь, смотрит на меня вот этот вот, вот этот взгляд, вот эти глаза. Я понял, что я ничего ему задавать, вообще никакие вопросы не буду, потому что зачем я буду человека мучить какой-то своей ерундой, и я так все эти вопросы найду. Я просто остался с ним и посидел, послушал, поговорил, о чем мы спрашивали. Вот перед ним сидит бывший руководитель аэролизистского предприятия, человек, который уже давно на пенсии, и вот они сидят с ним, общаются. Но так как его отец, вот этого вот, молодого относительно человека, был другом Гордныха, он помнит, он рассказывал, как он его держал на руках, а он его в бороде перебил. И вот они, два старика теперь вместе. И вот, ребята, после этого, время сжимается, когда я разговариваю с человеком, которому сто лет, время сжимается, история становится совершенно близкой, потому что ты с ним общаешься. И он, оказывается, человек с юмором. Он рассказывал там такие вещи, что вот, любил он в баню ходить, мы, говорит, пошли в баню, вот четверг, женский день, ну, говорит, девчонки закрыли, всех выгнали на час, дай мне помыться, за мужика меня еще держу. Ну, говорю, фамилии называют, имена, отчества, я говорю, так память-то у вас, хороший, он говорит, память у меня хорошая, к сожалению, помнит она, не только хорошая. И в конечном итоге он меня спрашивает, вот вы пришли, у вас наверняка есть вопросы. Я говорю, да, у меня вопросов нет, но не хочу задавать. Он говорит, ну, спросите хоть что-нибудь. Я говорю, у меня есть один вопрос. Он говорит, ну, давай. вы когда-нибудь курили, спрашиваю я его. Он посмотрел на меня, оценил. Говорит, да, очень сильно, особенно 45 лет. Я говорю, отец, спасибо тебе за твой ответ, потому что я знаю человека, которому сто лет, и который в свое время очень сильно курит. Он был другом Ножикова, он потом работал на Братской ГЭС, занимал, я не знаю, не помню, какую должность он там занимал, называл, я сейчас не помню. Вот он там работал, он там общался, и Ножиков, когда приезжал в Братск, останавливался только у него, и не были друзья, хотя Ножиков там водился, и он, наверное, со мной, если у него внуки. В общем, вот такой дядька, история сжалась, когда ему стало 101 год, он пригласил меня на день рождения, я приехал, это было приятно, а потом мне позвонили из синагоги, и сказали, что он умер, и хотел, чтобы вы были на похоронах. Это тоже было приятно, я, конечно, проводил его в последний путь, и после этого все книги, которые попадаются с туалетней давности, они перестали для меня быть историческими, все происходит, как будто бы вот сейчас и сегодня, а учило я то, что я хожу во всякие походы, в которые, кстати, завтра ухожу, опять же, да, крестный ход продолжается, завтра введу новую, по-новому этапу. Вот поэтому вся эта тайга, вся наша Родина, наша Сибирь, это все близко, и когда в тебе вдруг сваливается вот такое счастье, несколько сот книг, ты понимаешь, что все настолько рядышком, все близко, все люди, возможно, еще кто-то из них даже жив, понятия не имеешь, приходится свою библиотеку укорачивать наполовину, потому что в доме нет возможности все это хранить, привозить ее в областную библиотеку, сдавать сюда, тебе дают пластиковую карточку, которая сегодня, оказывается, не работает. Но я за ее новую, и снова стал любимым читателем. Походу и пожаловался. Поехали дальше. Один из авторов вот тех трех книг, о которых мы говорили про якутскую, был некогда Силин. Но об этом человеке практически ничего неизвестно, он умер рано, в 37 лет, в 49-м году, но успел написать вот такую книгу, и она, кстати, оказалась тоже среди того в кавычках говоря мусора, который остался мне. Не знаю, на ней вот есть даже чья-то подпись. Знаю, может быть, кто-то может знает, чью это. Вот такая подпись на книжке. Для коррекционеров это, видимо, важно. А теперь вот такую книгу Кудрятцева мне показал Григорий. Григорий мне показал. Вот, смотрите, как любопытно, она подписана Кудрятцевой, она подписана не кому-нибудь, а Иван Иванович Молчанову. И что мне показал вот эту шикарную вещь. И вот, посмотрите, каким языком, прочитайте сами. Кроме стандартный был Федор Александров, сын. А если открыть его книгу, то мы увидим там массу иллюстраций. Вот она у меня в таком состоянии. И, слава Богу, мне нравятся старые книги. И вы посмотрите, как она иллюстрирована. Художник Небединский. Фамилия известная благодаря некоторым урок-певцам. Вот он, вот такие иллюстрации он делал для той самой первой книги, которая вышла в 1947 году. Они и здесь, в них чувствуется рука мастера. А этот мастер, если подойти к этому творчески, вот я тут позволил себе в фотошопе немножко поработать. И вы посмотрите, как они выглядят, допустим, в черно-белом варианте. То есть видно, что в графике он, конечно, был от Бога. Да, вот, школу технического рисования обороны, штыбельцо закончили. у меня тут есть и пронегор. Вот Лебединский, Борис Иванович, родился 17 октября 1891 года в Луге, в Петербургской губернии, а умер в Иркутске 8 октября 1972 года. График, живописи. Включился в Центральном училище Чехтического рисования барона Штицгерга, Штиц, Штиг, Лица в Санкт-Петербурге и в Школе общего поощрения художеств в 11-16 году. Его работы, ну, много чего, много чего-то еще о нем говорится, чтобы, его работы находятся в Тредяковской галерее, в Государственном музее изобразительного искусства Вене Пушкина, в Государственном русском музее, в Иркутском областном художественном музее. Чтобы поближе его посмотреть, вот такие фотографии я нашел в интернете. За работой, это его графические работы, немножко масла. В общем, вот такой человек иллюстрировал самую первую книгу про Иркутск. Кстати, любопытно, когда читаешь все эти три книги, они очень прилично отличаются. А вторую книгу уже иллюстрировал наш ингарский художник по фамилии Козлов, тоже человек высокого профессионального уровня. И вот, если страницы книги выглядят так, но если их сделать опять же с помощью фотошопа, видно, насколько здесь человек. Там в книге уже появляются фотографии второго издания. потому вот сам этот художник наш ингарский. К сожалению, уже нет в живых. Третья книга полна фотографиями, в том числе вот мы видим здесь Молча, Новосибирск, очень больше фотографий, а рисунков нету, ну, разве что, если вот взять рисунок Лебединского, который в этой книге превратился вот в такое рисунок. То есть вот такое было, вот такое стало. С чем это связано, несложно догадаться. Далее. Все это пока было известно, и вот мы подходим к тому, что среди в случае всех этих книг находятся... Я не знаю, как человек хранил эти книги, потому что многие книги были реально запрещенные, потому что среди них был вот такой вот товарищ Серебренников, очень известный писатель. Я здесь по нему когда начат данные искать, библиографии, написанной мелким шрифтом, то, что он издал. Вот. И больше, не меньше, без малого... без малого опять сторони с мелким шрифтом, это то, что человек издал. Он был членом географического общества, здесь в Иркутске проводил работу, здесь же и в партию вступил, бегал от одной партии в другую, много лет. Вот это поколение, первое заселение в Иркутской губернии, это тоже его вещь, более известная его вещь, которая, по крайней мере, которую можно было во все времена смотреть, вот он писал образ. И это тоже в той же куче лежит, которое было на выброс. Все-таки печаталось в этой нашей типографии, а здесь есть с носком типография Казанцева. человек после ушел в Харабин, был у Колчака, если я не ошибаюсь, министром продовольствия, работал. В 20-м году ушел в Харабин и работал вот в этом журнале. «Восточное обозрение». Этот журнал был, по сути говоря, враждебным журналом для Советского Союза, потому что в нем были статьи японских авторов, посвященные как раз борьбе Японии с американцами, разумеется, с Россией, потому что в то время шла Вторая мировая война. Но в 20-х годах, в 19-м, 20-м году он был в Иркутске и у меня среди книг не те, что у меня попались, у одного человека, мне пришлось их приобрести. Вот эти два листа были куплены за большие деньги. И тем не менее, посмотрите, типография штаба Иркутского военного округа. В то время Серебренников работал как раз в этом штабе. Короче, что-то связано с с агитацией. У меня это записано. Сейчас просто искать. А? Я не знаю, где Том Файберга. Я вот эти две штучки купил, две бумаги, которые очень сильно критикуют советскую власть. И так как это было все отпечатано в 19-м году и отпечатано штабом военного округа, где раз Серебренников возглавлял должность типографиста, или как это правильно сказать. Ну, не комиссары же, как это у них там называлось. Почему? Так что, возможно, это и его творение рук, потому что подписи автора нету, но догадаться можно. Среди той массы книг были вот такие книги центросибирцы. То есть, большим удовольствием ее почитал, потому что то, что я как бы слышал, я уже не говорю, знал или читал про Центр Сибирь, очень сильно отличается от того, что написано в этой книге, которая была издана еще при жизни тех людей, которые ее писали в 1927 году. У нас на Дворце Пионеров висит вот такая вывеска, что 28 октября 1917 года работало общесибирское подгейное совещание большевиков с 29 октября по 6 ноября первый общесибирский съезд избравший Центральный исполнительный комитет Совета в Сибири, то есть Центра Сибири. То есть любой нормальный человек понимает, что 6 ноября это по старому стилю, и здесь у нас образовалась Сибирская Советская Республика плюс 13 дней. На самом деле в этих книгах написано что все это проходило 16 октября в Иркутске, то есть надо полагать, что 6 ноября только на день раньше, чем произошла Лига Феберской Советической Революции в Петрограде. Об этом как раз в этой книге говорится. Много чего есть, и вот молодой товарищ Лыткин, который вовсе и не Лыткин, я вам даже сейчас назову его голое имя, Павлодбек Феррик Федько Курт, он написал Конституцию Советской Сибирской Республики, в котором съезде она была принята, вот она звучала даже так, вот от имени Сибирской Советской Республики, он на второй российский свет, заявляет, что не считает себя связанным мирным договором, если такой заключится Совет Дародных Комиссаров с германским правительством, то есть они были по сути говоря против Брестского мира. В этой же книге рассказано, как они проиграли здесь и чехам, и колчаковским войскам, как они уходили через Якутию, разделившись на три группы, чтобы добраться до Советской Якутии, где они считали, что есть советская власть, войти в Советскую Россию, но все три группы были в пойму, одна из них с чудом осталась жива, все остальные погибли, в том числе и Уыткин, и Яковлев, и многие другие, об этом рассказаны. И там есть, кстати, любопытные данные, в этой книге, которые тоже нигде раньше не печатались, там везде упоминается о том, что педагвардейцы, там колчаковские войска, их догоняли для того, что у них якобы есть чечинское золото, там деньги из чечинского банка, они их догоняли с этой целью и убивались с этой целью, на самом деле без денег их не было, ребята просто уходили по политическим мотивам, в этой книге написано, что те, кто их догнал, и те, кто их там спящих расстрелял, в конечном итоге съездили в Китай, в Харбин, купили себе дома, обзавелись имуществом, коровами, то есть надо полагать, что-то там их было. Пересечение этих явлений на прошлом заседании мы говорили вот об этой книге, и тут среди прочих книг я нахожу Стродом, это вот один из тех, кто остался жив в третьей группе, когда ценно-сибирцы уходили, он стал известным военнокомандующим, получил три ордена Боевого Красного Знамени и один именной орден Якутии, написал книгу, которую Вигас как раз иллюстрировал, и специально для тебя все иллюстрации отсканировал, то есть это все в живом варианте, вот сам Строд, и вот этот Строд воюет в Якутии, Пепеляева, брата того самого Пепеляева, который здесь с Колчаком у нас в Иркутском Иркутском Вот они генерала Пепеляева берут в плен, вот здесь в чете проходит суд, вот здесь в зале суда приговор пролетарского суда слушают пепеляевцы, а потом сам Строд и Вигас вместе с ним попадают в 1937 году под репрессии, попадают под расстрелы, расстреливают, а у меня была возможность связаться с одним человеком, который был очень близок к внучке Пепеляева, Пепеляева того, что был с Колчаком, и она прислала ему две книги, он мне их передал. Вот такой Пепеляев в ее книгах. Здесь рассказывается о всех братьях Пепеляеву, в том числе вот о главнокомандующем, и ирония судьбы Пепеляев, которого взял в плен Строд и судили в Чите в 20-х годах, пережил Строд. Немного, на полгода, но пережил. Там в этих книгах написано, что даже была попытка Сталина ему предложить ему предложить должность в советской армии, но что-то передумал. И вот здесь вот написано, что «Ваши с ними пути Строд и все прочее погибли раньше Пепеляева». Так что а вот эти старушки вот Попаева. Это тоже интересный момент. Я уже Колчаком без него интересовался. Есть у меня по этому поводу особое мнение по поводу Пепеляевой, по поводу Колчака и по поводу как в 1920-м году, 20-го апреля, ну почти что 22-го апреля вдруг нашлись эшелоны золотой. Люди доехали до Санкт-Петербурга, нет, до Москвы, до Москвы доехали, как раз, когда Владимиру Юрьевичу нашему незабвенному Ленину исполнилось 50 лет. И еще хочу об этом рассказать. Это вот зашел ко мне в гости Григорий, наш уважаемый председатель Союза Библиотека и выдернул у меня одну из книжек. Вот. Автор Попов. Григорий не столько интересовал Попов, сколько вот этот вот Эксклимпис. Будучи человеком, умеющим находить, искать и находить все эти детективные истории в книгах, Григорий сразу вычислил, что есть некто Майзер в 124-м году, скалибрис нарисован, и буквально за час он и нашел и товарища Лаврова, который был начальником штаба, конечно, в конце своей эстетической карьеры ВВС всего Советского Союза, как же репрессированной. Но это я уже в интернете нашел Майзеля, единственный портрет, который о нем, что этот человек учился за границей, был знаком с Иоанн даже, 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 В 1936 году Тавров был ответственным редактором журнала «Листник воздушного флота». В 1936 году был начальником штаба ВВС РПК, член военного совета при Наркоме обороны СССР, награжден в 1936 году органом Ленина, арестован 26 июля 1937 года военной коллегией суда, воздятого июля, приговорен к смертной казни, расстрелян, в 1956-м реабилитирован. Там мазили Илья Боисеевич, там ВПР стоит, потому что здесь еще был рубимом, то есть это еще более ранняя работа. Мюнхенскую академию художеств, кто знаком с Урельхом и Бенуа, учился вместе с ним, у Рельхера и Бенуа он учился. И вот такой вот человек рисует Склидрис, дарит его товарищу Лаврову, приклеивает на книгу, и мы начинаем узнавать, а где же было пересечение Лаврова с Мазелем. И как оно вообще оказалось здесь, в Иркутской, книга двух этих людей, оказалось, что Лавров в свое время воевал на Черном флоте, как бы в Ариации, а Мазель в то время находился в Арзамасе, возможно, там довольно близко было расстояние, где-то там они пересеклись. Но учитывая, что Лавров родился в поселке Зима в Иркутской области, Григорию стало понятно, как эта книга оказалась здесь. То есть вот такие вот библиографические хитрости, которые... Мы уже как-то спросили про автора Никитича, Иван Ивановича Попова. Просто вчера комиссия по городской области Никитии рекомендовала мной Рубертникову, административный мистер Анкош, а здесь чего назвать именем Иван Ивановича Попова, автора вот этой книжки. Да, ну тогда вы мне скажите, кто такой Попов, потому что я, честно говоря, даже не смотрел, кто это. Ну это две соответственные дети, пилицист, писатель... Город Иркутска. ...властного Иркутска, это Ростой Гумы, и вот достаточно долго, и такой там был СССР, то есть там ввел всякие, то есть там такие опасные дела, и... Уехал даже, то есть тоже не признался о советской власти, уехал на Горицу, и что-то там умер, с лишиващих миру сам. Ну да, судя по названию книги, мы уехали. Спасибо! Хорошо. Вот теперь я знаю, кто такой Попов. Недаром посещаешь я все эти заседания, просвещаюсь. Ну и что сказать напоследок? Есть у меня тут еще? Да, у вас еще презентация, пожалуйста. Нашел я вот такую культуру с 24-го года. Полагаю, что лучше логотипа для клуба библиофилов и не придумаешь. Коса, кувалда, нафиг все это надо, книжка же есть. Убила зеленая. Вот такие вот... Это знаменитые линии, чертовски дорого стоит. Да-да, книги обращают, не только духовно, но и материально, если ее найти. У меня, к сожалению, нет такого в коллекции, думаю, что у вас-то есть. Но будет еще. По крайней мере, я знаю, где искать. То, что у вас. У меня был бред на фонде есть. Приходите. В общем-то, вот вкратце то, о чем я хотел вам быстренько поедать. По тому, как думал, что время у меня ограничено, а оно, казалось, еще даже не достает, потому что все, что я тут писал, две недели сам узнавал. Вот эти поиски в книгах, они расширяют кругозор. Даже сегодня, когда я сюда пришел, уже узнал, кто такой попов. Поэтому, ребята, если будет возможность не выкидывать книгу на помойку, не выкидывайте книгу на помойку. Все может взглядиться. И попытные вещи иногда в них находятся. Ну, а насчет истории, я вам сказал, это такая субстанция. Вам кажется, что это все далеко будет, то, что было там в 90-х годах. Это вообще неправда. У нас теперь кажется, что то, что было сто лет назад, это все реально, когда поговоришь с человеком. Я могу, кстати, вам включить. Вы сами услышите голос 100-летнего... Мы потом вам этот фильм покажем. Все, можно говорить. Говорите. Сейчас, извиняюсь. Мы потом вам этот фильм покажем. Все, можно говорить. Говорите. 100 лет. Говорите что-нибудь. Пожелание. Пожелание для... Я хочу, чтобы вам предприятие выполнил свои обязательства к государству. Это картографирование страны. Теперь не занимаются, видимо, картографированием. Я не знаю, чем занимается предприятие. Вот. Но раньше... Раньше оно было призвано именно фотографировать страны. Вот. Эта карта... Карта была... И военного характера, и гражданского. Вот. В разных вариантах. В разных вариантах, в масштабах. Вот так. И пожелание предприятию, если можно какое-нибудь. Пожелание какие-нибудь. Пожелание, чтобы предприятие крепло, крепло и росло. Чтобы предприятие, в конце концов, выполняло свои обязательства к государству. Спасибо большое. Спасибо. Вот. Старый запялкий человек, 1910 года рождения, который пережил... Да. Фамилию на комнате? В горных, горных Борисово Исейченко. А это бывший заместитель, заместитель руководителя Восточно-Сибирского аэрогенеджического предприятия. Тогда оно называлось «Предприятием номер один». Кстати, немыцкий, который руководил этим предприятием в 1946 году, он тоже год проработал у полчака в Томске. То есть, когда нам говорят, что те, кто был у полчака, они, так сказать, были репрессированы, вот он несколько руководил этим предприятием, а оно было под ДНКВД, как вы понимаете, под дегрессированием. И, тем не менее, значит, вот он всю жизнь там работал. Потом, когда он перестал быть директором предприятия, потому что изменились технологии, он, можно сказать, не успел за ними, он работал начальником планово-экономического отдела и из жизни ушел прямо с работы. Вот. То же самое вот мы говорили о подарявцах, уже напомнили, подарявцах тоже практически год служил у полчака. Был призван в армию, служил там в Писаре. И здесь, в Иркутске, очень много людей, которые служили в армии полчака. Причем, я видел эти анкеты, которые заполнялись в те годы в аэрологическом предприятии, они были разработаны НТВД, которым тогда руководил Берия, или тогда, когда разрабатывались эти анкеты, руководил Берия. Там не было вопроса, служили ли вы у полчака там или у белой армии, или не служили. Там был вопрос конкретный. Почему служили? Почему служили белые армии? Играс тоже у полчака, тоже сюда попал в качестве дневного... Когда мне довелось писать книгу об Иркутском аэрофорте, мне сказали, это ему было в 15-м году, тоже мне дали возможность полистать их архивы, и вот первые летчики, появившиеся в Красной армии, ранены здесь, на территории Иркутской области, это все те, кто служил в свое время у полчака и аэрофорте. И они все потом перешли в Красную армию. Многие из них, когда кто-то ушел с полчаком туда, на Восток, с Пепеляевым, многие из них были лично знакомы и уже в воздушных боях встречались, подбивали друг друга, потом те становились красноармейцами и они уже дружили, хотя ранения друг другу, так сказать, рану были нанесены в воздушных боев, которые в то время были, там, из пистолета пострелял, вот вроде бы как бы и обстрелялся. Но те, кто служил у полчака, здесь в Сибири очень много. Ну, об этом другая лекция о полчаке. Вчера, кстати, вчера, по-моему, пятница, да, была? Вчера Голованов Александр Иванович, бывший нашего коллеги, в источнической студии кинохроники, в Харлаковском храме приглашал на лекцию, как раз он там захоронить Ленина и возвысить полчака, вот он там читал. Ну, я, к сожалению, не умею, чтобы туда попасть. Мы встретимся, пообщаемся с ним. Поэтому здесь для Сибири Холчак сделал довольно много интересного. С точки зрения специалистов технорей, в том числе авиаторов и другого характера, и все они ушли в Харгин. Ну, в общем, вот такой у меня получился рассказ «Вопросы ребят».